Водителя, которого следствие считает виновным в смертельном ДТП на трассе Одесса-Рене, отправили в СИЗО на два месяца. На такой мере пресечения настаивал прокурор, так как подозреваемый уже имеет судимость и сейчас находится на испытательном сроке. Кроме того, он находился за рулем, не имея водительских прав. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, несмотря на то, что у мужчины на содержании находится шестеро несовершеннолетних детей. Сейчас у него сломаны ноги. На заседание подозреваемого привезли в карете скорой помощи. Он продолжит лечение в одной из одесских клиник, но будет находиться под конвоем. На теперешний час он не будет отриматься в следственном изоляторе, а будет отриматься в лековательном закладе, в Одессской областной лекарне. До того часа, как он сможет пересуваться, после чего будет направлено в следственном изоляторе. Подозреваемый выразил сожаление, что стал участником страшной аварии. В свое оправдание заявляют, что пытался разойтись со встречным авто. Я не помню. Я ехал, мне шестерка навстречу пошла. Я начал вилять. Все, больше я ничего не помню. Я очень сожалею. Мне жалко этой девчонки. Мама ее умерла. 31 января на трассе Одесса-Райони произошло масштабное ДТП. Легковое авто столкнулось с маршрутным микроавтобусом «Килия-Одесса». В результате пострадали 14 человек, а двое погибли – 40-летняя женщина и 14-летняя девочка. Водителю БМВ грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Отмечу также, что в субботу количество жертв ДТП в Авидиопольском районе, где столкнулись фура и микроавтобус, возросло до трех человек. От полученных трав, не приходя в сознание, скончался водитель микроавтобуса.